приветствую вас друзья с вами водопьяновские виноградики сегодня мы снова в винном погребе настроение конечно не к черту немного поговорим о виноградарстве и в большей степени будем заниматься сегодня обсуждением вин которые я выпей дегустировал в конце апреля и в начале мая так как был день победы было большое количество игристых вин и несколько образцов белых вин несколько эксклюзивных и можно так сказать ординарных сегодня настроение конечно не очень думаю что в центральной россии наверное у всех настроение не очень виноградарей почему потому что у нас здесь я вот сижу и буквально за стеной побила весь виноград у кого с 3 на 4 у кого 4 на 5 у нас конкретно самый большой заморозок был с 9 на 10 и отчитывался я в шорсах было повреждение сначала наверно 5-10 процентов на беседке потом под ноль все выкосило и конечно же это очень сильно расстроило как сказал мужик из мичигана we have very disappointing news очень расстроило только ждем урожай замечающих почек не факт что он вызреет а не факт что все вообще очухается на одном участке вымерзла наверно 90 процентов на другом 70 процентов на основном там где 200 кустов наверно процентов 80 повреждения но ничего с этим не поделаешь эта погода можно было только наверно болеть большое количество костров именно в междуряди для того чтобы согреть виноград это возможно наверно было но мы так не сделали сделаем для себя выводы и также еще была не очень хорошая ситуация я ездил проверять на гору где посажен виноград там маркет сорт там проснулись две почки как раз был перерыв вот эти несколько дней я там не был вышел побег вышла вторая почка и их тоже подчистую скосила опять же посмотрим там вегетация запаздывала по сравнению со всеми остальными сортами возможно потому что там меловые почвы и также себя ведет там юханитер он вообще не просыпается вроде я посмотрел он опять живой у него есть почка но почему-то ему не хватает наверное тепла потому что у меня он проснулся на участке практически позже всех ну и погнали наверно мне хочется начать самого яркого образца который был за это время это не простое вино это вино эксклюзивная и хова это вино от вадима жилина вот такая вот фирменная этикеточка вадим я думаю узнает и вот такая фирменная кронен пробочка была она в общем-то открыта но сейчас почему-то закрыта с александром квасовым у них практически одинаковые бутылки это вино белое игристое сортовое рислинг сделано по технологии пятната здесь до сих пор осталась вот такая вот штука как осадок винный и плюс дрожжевой осадок довольно длительная выдержка на осадке наверно около трех месяцев ну и полностью естественно этот осадок снять нельзя с вина именно в пятнате можно но это дополнительные технологические операции о которых вадим жилин очень хорошо рассказывает и было интересно попробовать это вино потому что вадим очень много рассказывает о технологии его изготовления как он конкретно это делает как у него это получается а получается у него очень хорошо и его вина оценивали больше 85 баллов насколько я помню даже 87 или 88 давали с из соляриса а рислинг этот он был очень сортовой то есть узнаваемый рислинг с хорошей кислотностью здесь в ароматике был очень хороший фруктовый букет характерный для рислинга очень такой спелые насыщенные вариативные умеренно сложный а во вкусе здесь был наконец-то наконец-то я мог почувствовать небольшие такие дрожжевые тона хлебные а потом вот получилось взять вот этот осадок просто-напросто его попробовать на вкус почувствовать что это прям ржаной хлеб то есть именно вот эти дрожжи они также как и обычные дрожжи хлебопекарные пахнут и плюс вот эта солоноватность и минеральность в во вкусе поэтому спасибо вадиму за такое прекрасное вино у меня есть его еще северный микс розовое и другие вина и в том числе и белые и в том числе рислинг в сухом в сухом тихом исполнении а этот пятнат он гораздо лучше чем фангорийский пятнат хотя по характеристикам то есть они ну такие же но там просто бленд и более высокая кислотность а здесь получился очень хороший баланс и во вкусе насыщенности и в аромате хорошее вино зачет я бы тоже присоединяюсь к тому что это вино приближается там к 88 баллам мне сложно оценивать но я пытаюсь то есть выпито было полностью и причем быстро не навязчиво отличное вино переходим к следующему образцу наверно пойдем по простоте я это у нас мыс хака квинтэссенция и полу сухое разы довольно большое содержание сахара взял его специально для домашних потому что брюк белый я уже пробовал такое захотелось попробовать чего-то розовенького и в общем-то не прогадал пинануар пинагри и зинфандель в общем-то я пинануара в затхлости вот это его не почувствовал хороший аромат с такой наверное выраженной кислой смородиной и красной видимо смородиной достаточно гармоничная кислотность вкус насыщенность перляж довольно долго сохранялся в данном вине он крупный но за его цену то есть около 500 рублей выпил и забыл в общем-то такие вот впечатления от этого вина нет ни сложности не комплексности хорошие сорта винограда которые используются приближали сюда зинфандель это было интересно мне это вино понравилось но не могу сказать что оно какое-то сложное easy drink бах и погнали дальше следующее вино которое было в игристом исполнении это у нас просека фризанты сорт винограда глера продолжаем мы просека экспериментировать венита италия и если вы помните что фризанты это означает что меньшая газация в этом вине здесь специфическая такая была пробочка которая держалась вот таким вот жгутиком повязанным вокруг горлышка бутылки и пробка была очень длинная для того чтобы это веревочка которая здесь есть она смогла справиться с нагрузкой на нее чтобы пробка не вылетела поэтому газация ушла очень быстро при наливании в бокал была хорошая фруктовая свежая сбалансированное вино и роберт паркер когда-то давал ему 90 баллов это год вина год у нас 2023 свежее вино здесь нет никаких лейблов роберта паркера но оно было довольно интересно то есть не могу сказать что оно было лучше чем вот это вот вальдебиадин и которая у нас была просека мелизимата но в целом оно было неплохое воспринято хорошо домашними и мы его выпили с удовольствием дальше поехали по игристым погнали это следующее вино будет которая вызвала неоднозначные эмоции у меня почему потому что я взял наконец-то этот дикас пика дербенская винодельческая компания и почему я взял его ну потому что это винодельня она имеет очень серьезные уже на регалии и у нее есть вот такой вот прод экспо 2022 года то есть розлив у нас 22 год и в этом же двадцать втором году это вино получила награду на прод экспо по моему до бронзовая медаль и сейчас я напомню вам уже вы наверно забыли вряд ли 2024 год и данное вино уже постояла в бутылке два года здесь использовались не классические сорта здесь у нас есть бьянка первенец магарача ркацители савиньон и мерло опять же савиньон неизвестно какой мерло понятно ну мерло и мерло бьянка как база первенец магарача это наверное добавочка такая и ркацители уже по остаточному принципу с савиньоном и мерло потому что здесь не классическая ароматик и данное вино чем оно отличалось вот смотрите вино уже стоит второй день и она до сих пор не теряет свою газацию поэтому вино довольно сильно газированную у него сохраняется перляж и вообще как это возможно тест на шампанское пройден и ароматика в данном вине она такая необычная была тона шиповника были в этом вине вот это удивительно потом следующий нос когда ты берешь немного углекислый газ ушел то есть шиповниковый такой компот или даже шиповниковый чай с добавлением заварки потом пошла такая вот именно чайная нота а после этого после того как была чайная нота она ушла в очень интересную ноту розы наверное и даже немного такой легкий 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 был тон наверное лилии такой вот красной лилии которая домашняя в общем которая не та которая в магазинах продается то которая растет у вас у бабушки на огороде и это удивило и во вкусе данное вино да есть но вот этот шиповниковый компот кислотность принципе хорошая не выдающаяся но здесь вот именно мне понравилась ароматика то есть я мог почувствовать какие-то новые тона и это плюс этому вину возможно за это его поставили на более высокое место то есть необычная ароматика развивающиеся вино довольно насыщенного вкуса но может быть вино было совершенно другое то есть сейчас она уже немного оксидирована возможно она простояла кислородиком подышала и было уже такого вот как сейчас оксидативного стиля то есть уже такое немножко вареница уже появляется но вино вполне неплохое вот такие вот у нас игристые образцы и дальше перейдем мы наверное к белым и красному к одному не знаю почему так получилось хочется именно белого вина наверное я все-таки понимаю почему мне хочется белого вина потому что красные вина вот даже то же самое резерва риоха которая была на последнем обзоре выпей дегустировал который я делал она мне не сильно зашло и наверно мне хочется какого-то вина у меня теперь есть эталон который мне нравится это вино которое николая выставкина именно пасимента с высоким алкоголем с длительным скин контактом с увяленым виноградом мерло который там был мы пробовали его с александром шишкановым ссылку на ролик оставлю и у меня теперь есть эталон по качеству такого красного вина она была прекрасная то есть там точно можно было поставить вам больше 90 баллов и красные вина мне магазинные конечно иногда хочется покупать но мне тяжело теперь их покупать ну и погнали вот у нас есть образец который я вам покажу это у нас de gras то о чем я говорил и анонсировал это савиньон блан резерва белое сухое вино но опять же резерва я думаю что это южная а это чили у нас это чили у нас я думаю что это никакое не выдержанное вино то есть это не выдержанный савиньон блан я опять же очень сильно под впечатлением нахожусь от карлс грей савиньон блан он до сих пор у меня вот во вкусе в аромате он есть эти тропики это адская кислотность и я попытался вот купить чили это хороший большой производитель который делает на уровне вина и это вино савиньон блан да было фруктовое было небольшое количество яблока там помидорной ботвы и чуть-чуть тропиков но но естественно карлс грей не дотянуло но в целом было выпито с удовольствием не возникало никакого отторжения и особо не хотелось в него чего-то добавить то есть она была чуть-чуть выше среднего может может на ему было дать там но где-то около 84 83 баллов то есть условно говоря лучше чем савиньон блан такой среднестатистический за 700 800 рублей но не так и но которое бы надо было бы еще купить оставить и пусть она полежит и еще потом когда-то попробовать de gras неплохо но не выдающийся савиньон блан и переходим наверно к предпоследнему образцу тот же самый de gras резерва и это мерло 2021 года и розлив сразу 2022 год опять же возникает вопрос а каким образом это резерва сделалась то есть это тот же производитель чили de gras данное вино она ничем опять же себя не проявила почему резерва скорее всего тоже просто-напросто не выдержанное вино а просто отборный виноград тот же самый производитель опять же не могу сказать что данное мерло было какое-то выдающееся оно было спелое оно было довольно насыщенное не сильно такого цвета допустим насыщенного то есть довольно прозрачное вино было запить котлетку как говорят ничего особенного сбалансированное вино но не сильно впечатлило и переходим последнему образцу это вино наверное из красных из последних меня поразило гораздо больше чем все остальные это шерас это опять же испания шерас это вино которое меня наверно больше всех поразило из последних красных которые мы пробовали это красное и белое и вино у нас и хума шерас доб хумиле это у нас испания и конкретный есть под регион опять же шерас очень сложно выращивать в таких регионах допустим как классические регионы в испании допустим кореньена потому что там очень мало влаги очень жарко и шерас при водном стрессе чувствует себя очень плохо на 2-3 год если у него идет повторно водный стресс то он может погибнуть просто-напросто поэтому он переезжает в другие регионы хумилия здесь есть у нас регион и мне очень нравится вот эти этикеточки испанские то есть эта категория доп это высшая категория вин именно испании то есть это может говорить опять же о качестве это красное сухое вино и она чем-то в какой-то степени напоминает те же самые австралийские и новозеландские савиньон бланы оно довольно насыщенное было в аромате спелая богатая с наличием большого количества черных ягод плюс дополнительно есть специевые ноты такие как такого именно перчика хорошего молотого перца и аромат меня полностью устроил и несмотря на то что она была довольно такое легкая в окраске то есть это было никакая не фиолетовая это был прям рубин с небольшой такой фиолетовой окантовкой полупрозрачная практически видны пальцы но здесь были замечательные танины довольно такие острые хватающие поэтому можно было насладиться таким вот вином и под шашлык наверное но даже подошло своими вот этими танинами и выпили мы его с удовольствием в очередной раз убеждаемся что испания соотношение цена-качество это хорошо вот такая вот история и что хотелось бы в окончании этого видео сказать пишите в комментариях как вам новая камера как вам звук с этой камеры есть шумоподавление есть подсветка меня наверно лучше немного видно лучше слышно пишите как вам это и я хочу вернуться опять же к вину вадима жилина спасибо ему за то что можно почувствовать и попробовать ароматы и вкусы именно ручной работы штучные экземпляры можете к нему обращаться и ссылку на канал я оставлю в описании мне понравилось его вино и буду пробовать еще следующие вина и погнали что еще у нас будет в анонсах но в анонсах будем восстанавливать виноградник будем строить пытаться в структуру куста доделаем шпалеру видео монтируется видео делается постепенно но и собираемся наконец-то встретиться уже сколько времени прошло с александром шишканом для того что продегустировать его образцы и продегустировать гаражных виноделов с разными красными винами и всем счастливо всем пока а